РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЛОСОФСКИЕ НОЧИ НА РАДИО ВЕРА ФИЛОСОФЫ О ВЕРЕ, ВЕРУЮЩИЕ О ФИЛОСОФИИ ЧИТАЕМ, БЕСЕДУЕМ, РАЗМЫШЛЯЕМ Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире РАДИО ВЕРА, программа «ФИЛОСОФСКИЕ НОЧИ» и с вами её ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о том, как философия сочетается с исполнительским искусством певца и актёра. У нас сегодня в гостях народный артист России, певец Олег Евгеньевич Погодин. Здравствуйте, Олег Евгеньевич! Здравствуйте, Олег Евгеньевич! Здравствуйте! Я очень рад, что вы пришли к нам в студию. Вот я недавно был на двух ваших концертах. Один из них «Великопостный», «Молитва», где вы исполняли песни и романаха Романа в основном, а другой был монография, посвящённая творчеству Булата Акуджавы. И тоже это как-то очень современно прозвучало, и, видимо, вы продумали последовательность песен. Это был разговор о сегодняшнем дне, о том, что с нами происходит. Не просто ваше признание в любви выдающемуся поэту, но и некое послание нам, послание слушателям. И вот я очень рад, что вы пришли на философский эфир. Может быть, это несколько неожиданное амплуа, хотя почему-то... Неожиданное, неожиданное. Ваше замечательное интервью. Вы интересуетесь философией? У вас был какой-то период, или, может быть, вы постоянно обращаетесь к философским текстам? Понимаете, был период, когда я обязан был интересоваться философией, к сожалению, по большей части марксистско-ленинской. Когда учились. Учился, да. Вуз театральный, который я заканчивал, ну и, как и все театральные вузы страны на тот период, они относились, проходили по разряду идеологических учебных заведений. И, естественно, философию марксистско-ленинской нам преподавали, и поскольку педагоги и профессора были очень хорошие, то преподавали ее достаточно как бы интенсивно. Наверное, не только философию, но и эстетику марксистско-ленинскую. Да все подряд, ну, естественно, диамат, эстмат, потом политэкономия, и все это понятно, в каком варианте закончилась наша официальная философская программа выдуманным и вымраченным, конечно, совершенно предметом. Это был уже 90-й год, последний семестр, и само название, оно не столько философское, сколько литературное. Вот оцените. Курс кратких проблем теории социализма. Это совершенно необходимая для актеров, конечно, дисциплина научная, ладно, так или иначе. Вернуть к тому, что я сказал чуть выше. Педагоги-профессора были замечательные, сильные. Я вот сейчас вспомню имя прекрасного Юрия Матвеевича Шора. И потому, помимо официальной всей парадигмы, которую мы обязаны были проходить, ну, на актеров смотрели часто сквозь пальцы, от нас не требовали такого фундаментального знания в этом плане. Так вот, помимо официальной всей части, нам всё-таки досталось, слава богу, в каком-то объёме философии классической, я имею в виду античной, и философии нового времени. То есть для меня имена Аристотеля, Платона, или там даже Анаксимандра. Да сократики, куда без них. Естественно, ну, понятно, Сократа, Аристотеля. Вот, Декарта, Гегеля, Канта, Шопенгауэра, Шпенглера. Это не пустые слова, они даже обличены каким-то значением, какими-то смыслами. Но я, конечно, даже не близко, не то что дилетант в философии, я даже, должен сказать, ну, совершенно профан. А вот в этот ряд Станиславского можно поставить? Он для вас философ, или философ театра, или это просто вот великий режиссёр, который изменил по-своему представление о искусстве актёра? Ключевое слово «великий», и оно в себя включает как раз и в любом случае философское отношение к своему делу и к жизни. Вообще, опять-таки, возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, то, конечно, у любого человека, который склонен думать, не все склонны думать, и не все любят это занятие. Это противоестественно даже. Естественно не думать. Есть, пить, одеваться. А вот когда человек начинает задумываться, это уже... Мы уже с вами вступаем, на самом деле, в диалог, и сейчас, как это самые сократики, платоники, неоплатоники и так далее, начнём говорить о диалектике. И, может быть, даже найдём истину, в конце концов, придём к ней, по крайней мере, мы с вами согласимся с каким-нибудь выводом. Я не считаю, что не думать естественно, и не хочу сейчас, собственно говоря, говорить о пошлости какие-то, тем более в присутствии профессионала, учёного и педагога. Повторюсь, в области философии я вынужден и должен называть себя профаном, за исключением одной, может быть, области. Опять-таки, я буду говорить здесь не о философии, я мог бы сказать религиозной философии, но тогда необходимо было бы говорить о Славьёве, Бердяеве, Булгакове, Трубецком, Флоренском. Моей не только компетенции, там, компетентности, но даже и начитанности не хватит, чтобы всерьёз говорить об этих именах. Хотя единственный философ, которому я в своё время... обаянию, которому я подчинился и уделил достаточно серьёзное внимание, то есть о котором я могу хоть как-то отдалённо рассуждать, это как раз Владимир Соловьёв. Но опять-таки, встреча моя с Соловьёвым, она произошла более по таким художественным, что ли, вектором в связи с Достоевским, в первую очередь. Три речи о Достоевском. Вот, да. И в связи с русскими символистами. Это замечательная совершенно статья, и стихи оттуда я цитирую до сих пор, они мне доставляют определённое наслаждение. Вот. Как и выводы философа, и вот именно, собственно, в культурном плане, в художественном даже, даже, я бы сказал, в художественной критике. Вот. Так и с точки зрения каких-то философских заключений. Но вернусь опять-таки к тому, что хотел сказать. Единственная область, которая в философии, или любомудрии, я уже тут, наверное, употреблю это слово, мне как-то знакома, и знакома милостью Божьей на практике в течение уже трёх десятилетий, это, собственно говоря, православие. Православие, понятное дело, нельзя рассматривать как философию. Вот. Но, безусловно, с философской точки зрения и внутренней философии, которую православие обладает своей, мы тоже можем об этом говорить и рассматривать его. И в этом плане, конечно, философия в каком-то смысле не только проникает в моё творчество, то есть то, что я выношу на сцену, но и во многом определяет его. Это вполне естественно. И я думаю, что на самом деле любой состоявшийся артист, тем более артист-одиночка, в руках которого весь процесс сценического делания, когда происходит концерт или спектакль, вот, такой артист просто обязан философствовать, такой артист обязан понимать и постигать какие-то вещи в своём творчестве не только эмоционально, не только интуицией, не только профессией художественной, но в том числе и рационализируя, и, ну, мудрствуя в таком вот, в хорошем плане. Знаете, Леонтьев называл себя одиноким мыслителем, Константин Николаевич, и для философа, конечно, это одиночество, есть скорее достоинство. Бердяев пишет об одиночестве, в самопознании, да, а вот артист всегда, ну, наверное, член какого-то целого, театра, хора, да, вот, действия. Нет, не всегда бывают солисты. Ну, они всё равно поют в театре, да. Нет, артиста без партнёра. Это однозначно. Даже если ты один стоишь на филармонической сцене, представить себе, допустим, такую ситуацию совершенно стерильную, когда ты там, не знаю, вокализируешь вот капелла, и нету даже музыкантов, но всё равно и зритель. Если же мы вернёмся, не знаю, допустим, мы можем молиться в одиночестве, мы можем петь молитвословие, песнопение сами. И это, кстати, мне кажется, очень радостное и достойное делание, когда это приходит на сердце, и когда это является естественным таким, вот, естественной потребностью. Мало того, даже, собственно говоря, в «Апостол» написано «Счастлив ли кто из вас да поед?» Но даже в этом случае существует партнёр. То есть мы не в какое-то пустое пространство обращаем своё пение, а всё равно к Богу или к святым. То есть партнёр существует всегда, артист не может существовать вне партнёра, это бессмысленно. Другой значимый, да? То есть когда начинался ковид, мы сделали передачу об одиночестве, когда мы вступали в самоизоляцию, хорошо это или плохо. Действительно, это философское понятие, но один всё равно с Богом, да? То есть когда человек абсолютно один, когда у него нет другого, он не выживет просто в этой ситуации. Да, я согласен. А вот для вас иногда бывают такие минуты, когда вам хочется побыть одному? То есть вы любите одиночество? Или всё-таки скорее такой вот человек общения? Я не люблю одиночество, я совершенно экстраверт. Но есть моменты... Понимаете, артисты ведь актёры, ну и певцы, соответственно, тоже. Мы работаем своим телом, и поэтому иногда необходимо отдыхать не в смысле, там, ну как в бытовом смысле отдыхать, а просто собирать себя по частям обратно, потому что ты достаточно много отдал, и для того, чтобы быть способным просто... Даже не только работать, а как-то себя адекватно воспринимать в этом мире, необходимо себя собрать. И вот момент себя собрать, он иногда, да и не иногда, он почти всегда включает в себя момент такого затворения в своей келье, одиночества, но не как идеи. Одиночество как идея для меня, наверное, одно из самых ужасных, что можно представить себе. Одиночество как инструмент, одиночество как необходимый какой-то период, короткий временной, я его благословляю, конечно, он необходимый. Как у католиков есть такое понятие ретрит или ретрет. Ретрит есть понятие уже не только у католиков, оно даже, по-моему, в рыночной экономике. Да, 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 да. Ну вот куда-то на время уехать, да, там вместе помолиться, почитать Евангелие, пообщаться. Рассказали вместе. Вместе, вместе, да, 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 да. Вот, ну, опять-таки, Каинония, общежительные монастыри в православии, да, то есть это монастырь, человек вроде бы уходит от мира, но он уходит в братью, то есть он живет вместе с братьями, он делит с ними свои труды, свои молитвы, свои заботы. Только нет, в кино, насколько я понимаю, там вообще нет личного имущества, там такое реальное общежитие. Да, да. Философские ночи на Радио Вера В эфире Радио Вера программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, певец, актер, народный артист России Олег Евгеньевич Погодин. Мы говорим сегодня о философии исполнительского искусства, о философии вокала. И вот здесь вы упомянули имя Трубецкого, князя Евгения Трубецкого, да, потому что Трубецких было много, даже в русской философии можно троих насчитать. У него есть замечательный очерк «Умозрение в красках» в трех очерках о русской иконе. Это первый очерк, и это стало такой, своего рода, метафорой для описания того, что такое русский космос, русская мысль, русская философия. Оказывается, можно философствовать не только в слове, не только на бумаге, не только в тексте, но можно и философствовать в иконе. А вот в голосе можно философствовать? А понимаете, все-таки, наверное, тут надо договариваться о терминах. Ведь период, 1915 год, время написания этой работы, это Серебряный век, ну, вот если относительно, так сказать, моё художественное восприятие. А, соответственно, это период такого очень художественного взгляда на происходящее событие, на перспективы того, что будет, на историю, это и в том числе и на науку даже. Ну, во всяком случае, на гуманитарной науке и на философии в частности. Вот как нам определить Флорианского, кто он? Философ, богослов, священник, инженер, художник, литератор. Поэт. Поэт, ну, литератор в том числе и поэт. То есть это личность такого возрожденческого, фактически, космического характера. Ну и время называется русский религиозный ренессанс или Третье славянское возрождение. По-разному. Да, вот что здесь очень важно, что, опять-таки, надо договариваться о терминах. Философия как наука – это одно. Философия можно представить как искусство, вполне себе. Философия в поисках, не знаю, там, чистого разума или онтологических каких-то поисков, или метафизических поисков первопричины, или философия творчества, допустим. Это тоже философия, но она немножко другого плана. Это не чистые какие-то размышления, любомудрие, вот поиск каких-то, не знаю, ответов сущностных. А это вполне может быть утилитарная какая-то вещь, метод, набор инструментов для постижения, опять-таки, конечно, на каких-то совершенно вот таких конкретных целей. То есть, допустим, мы можем говорить о философии творчества, мы можем говорить о философии, да можем говорить о чём угодно, о философии цвета. Мы будем скорее, может быть, рассуждать об образах, а может быть, и о целях, чего мы хотим достичь, и о каких-то результатах. Это всё философия, философия в этом смысле мать всех наук действительно ещё с античных времён. Ну, философией цвета занимался Скрябин, один из композиторов этой эпохи. Да, и практики, которые этим занимались, в том числе и гениальные, безусловно. А вот если говорить о сцене и о вокальном искусстве, то два великих имени в эту эпоху возникают. Это Шаляпин и Вертинский. То есть, это совершенно разного рода актёры, певцы, но для меня они сыграли колоссальную роль в моей жизни, потому что, когда я был школьником и ничего не знал про церковь, про веру, у меня было восемь пластинок Шаляпина. Кто-то подарил отцу, и я их слушал на дешёвом таком проигрывательном юности. В том числе и молитвы. И веру я выучил с диска Шаляпина. А вот скажите, философия это, искусство это, проведение это, что вот, вот что это. И ныне отпущаешься Стротина, тоже выучил с диска Шаляпина. Когда я ещё не знал, что это символ веры, что это вот читается в самый ответственный момент литургии верных, вот. А потом я познакомился с Свертинским, уже в старших классах школы, в 10-м, наверное, классе. Это меня тоже совершенно сначала оттолкнуло, потом привлекло. Я вообще не понимал, как вот так можно, как можно так многообразно, так ярко, так сочно и так вызывающе в какие-то моменты петь. Вот. И я считаю, что это не меньшее достижение Серебряного века, чем философия Бердяева или Франка, или Булгакова. Вот как это объяснить? Волшебная сила искусства, вот. Но для чего искусство существует? Оно даёт нам возможность постичь то, что мы не можем постичь другими методами, в том числе научными. Я вернусь, кстати, к началу нашего разговора, мы говорили о Станиславском. Ведь Константин Сергеевич связан и с Шаляпиным, и с Свертинским интересными очень подробностями. Свою систему Константин Сергеевич фактически возводил к Шаляпину. Он говорил о том, что подсмотрел эту систему у Шаляпина, а Вертинского он не принял в Хадда по причине его картавости. И потом, я думаю, что это единственное свидетельство, когда Станиславский признал свою неправильность этого решения. Мы не будем сейчас сопоставлять величия Шаляпина и Вертинского. Они, конечно, разновеликие, неравновеликие. Шаляпин, безусловно, это имя вселенского масштаба, мирового, по крайней мере, для культуры всемирной, одно из важнейших. Александр Николаевич Вертинский, имя, допустим, для меня, из тоже самых важнейших. Это фантастическая реализация артиста в эпохе, в искусстве, в истории. И, вы знаете, даже, ну, если хотите, реализация артиста, философская реализация. Он еще и поэт вдобавок. Ну, вот давайте мы не будем говорить о Вертинском поэте рядом с Шаляпиным певцом. Вертинский поэт скромного дарования. Вертинский сочинитель скромного дарования. Вертинский великий артист. И это удивительная вещь. И, кстати, вот для вашего покорного слуги вещь, одна из самых важных, которая меня поддерживает. Есть подтверждение правды, подтверждение точной, победительной реализации не только, знаете, вот в каких-то свершениях, там, не знаю, артефактах, записях. Есть еще и вот то, что в нашей профессии одновременно и проклятие, и бесконечная такая притягательная черта, уникальность. Уникальность каждого события. Сегодняшний концерт никогда не повторится. Тот, кто был на этом концерте, если он, этот концерт, состоялся на высоком художественном уровне, простите, партикулярные такие высказывания, он счастливейший из людей, потому что больше этого не будет никогда. Он обладает чем-то совершенно уникальным и бесценным. Я подтверждаю. Я был на двух ваших концертах Акуджавы. Это совершенно разные концерты. Так должно быть. Ну, серьезно, в художественном делании так должно быть, в нашем представленческом, в артистическом. С другой стороны, мы потом, спустя годы, десятилетия, как в случае, допустим, с Вертинским и Шаляпином, мы собираем образ из очень многих разных источников. Вы очень точно, кстати, сказали, у меня ведь была такая же точная реакция на записи Александра Вертинского, когда я услышал их первый раз, отторжение. Понятно, эстетика совершенно иного времени, выраженная манерность исполнения, но надо понимать, что это для Серебряного века не было манерностью. И эстетика иная была совершенно. Но что-то было в этих записях, что заставило к ним вернуться потом. При первом отторжении потом заставило снова поставить пластинку, включить проигратель, поставить иглу на диск и слушать дальше, потом опять, опять и опять. Видимо, подлинность интонации. То есть голос... Не только. Это понимать подлинность интонации. Это же запись. Пусть приличная запись, но, кстати, запись уже старика Вертинского. Потом в конце 90-х годов, благодаря, кстати, трудам Анастасии, Анастасии Александровны, Марианны Александровны и покойные нынче супруги, лидии супруги Вертинского, было издано большое количество его записей, в том числе и где он гораздо моложе, и в том числе где он поет с оркестром. И там совсем другой певец. Ну вот, когда я встретился с Вертинским, других записей кроме тех двух советских пластинок не было, а там он уже старик, организирующий над самим собой. Это рефлекс на то, что он когда-то делал, и тем не менее он все равно бесконечно обаятелен. Подлинность интонации в данном случае, да, она подлинная. Вообще у артиста должна быть... Мы добиваемся подлинности интонации. Это даже, в общем, профессиональный термин. Но эта подлинная интонация не только в каждом возрасте различна. При разных обстоятельствах она различна. На каждом спектакле эта подлинная интонация будет несколько иной. Можно говорить о таланте, безусловно. Вообще талант обсуждать немножко глупо, но признавать, есть он или нет, мы можем. Это мы просто понимаем. И масштаб таланта, величина таланта. Это тоже нам понятно, мы можем как-то это оценивать. Вертинский громадно талантливый человек, и в этом смысле они равны Шаляпинам. Но ценность Вертинского как художественной вот такой единицы в истории нашего искусства, она так же уникальна, как ценность Шаляпина. Хотя, может быть, масштаб, так сказать, личности несколько различается. Но потом это же люди, которые жили в православной культуре. Хотя они абсолютно исполняли свои произведения в другом месте, на сцене оперного театра, но рассказывали, я не знаю, верят ли этому, что после каждого исполнения Фауста, Шаляпин ходил, исповедовался, постился. То есть для него это было небезразлично, что он играет, что он поет. Борис Годунов — это величайшая роль Шаляпина, потому что здесь он переживает муки совести. Шаляпин, как всякий великий артист, он должен был перевоплотиться в этот образ. И тот образ, который ему предлагает, не знаю, там, в опере Мусоргского или в опере Гуно, это разные очень образы, а он обязан стать и тем, и тем. И опять-таки, вот о какой православной культуре вы говорите сейчас? Бытовой православной культуре? Ну, и бытовой тоже, где была Пасха, где... Ну, скорее всего, бытовой, потому что трудно сказать, что бы вот... И там из исторических свидетельств, из мемуарной литературы, собственно говоря, принадлежащей Перу, самого Шаляпина или Вертинского, трудно сказать, чтобы они были уж такие религиозные люди. Вот. Просто какие-то вещи, даже то, что вы сейчас упоминали, о том, что Шаляпин постился после того, как исполнял Мефистофель, это, конечно, подчеркивает какой-то вот, наверное, такой очень сильный корень, которым вот, через который питался и Шаляпин. Вероятнее всего, Александр Николаевич Вертинский, потому что он в своих выводах он очень многие вещи решает именно по-христиански, по-православным. Он очень часто жалеет людей. Это то, что характерно, кстати, и для Фёдора Михайловича, ведь у Достоевского удивительная вещь. Даже самый отвратительный у персонажа, даже самым жестоким, самым неприятным, отталкивающийся субъектом, он никому из них не отказывает во спасении. Мы можем представить себе обстоятельства, что у каждого из них случится так, что Господь его спасёт. И поэтому Достоевский у меня любимый писатель, не только из русских, а в принципе. И это одно из самых счастливых обстоятельств, почему я действительно, я понимаю, почему мне необходим совершенно Достоевский. Он любит человека, он жалеет человека, он хочет каждому человеку спастись. Мы говорим сегодня о философии исполнительского искусства. И вот вы сравнили Шаляпина с Достоевским, действительно, наверное, это... Не сравнил, простите, просто подметил одну общую черту. Подметили одну общую черту. А жалость, вот вообще это чувство возвышающего человека или унижающего? Нужно ли людей жалеть? Ну вот вы задали философский вопрос, позвольте вам ответить в этом же направлении. Ведь любое чувство, оно может как возвышать, так и унижать. Мы несовершенны. А мир этот несовершенен. И в зависимости от целеполагания, в зависимости от верности доброму или неверности доброму, мы можем одним и тем же инструментом, чувство в данном случае можно рассматривать как инструмент, и помочь ей навредить, мы можем возвысить и унизить человека. Восхищение может унизить в конечном итоге человека при определенных обстоятельствах. Гнев может быть спасительным. Так же и жалость. Но жалость не в смысле, понимаете, не в смысле надмивания над человеком, не в смысле презрения к человеку. Конечно, это отвратительно. Причем с обеих сторон. И презираемого, и презирающего. Я помню, в советской школе нам говорили, вот я учился в французской школе, в советской или французской школе? В советской школе, в специальной школе с изучением французского языка. Я пытался пошутить, простите. Я знал, что у нас философский разговор. Это правильно, это надо уточнить. И у нас все мировоззренческие разговоры были на уроках французского языка. Потому что на истории, на общество знаний надо было отвечать учебник, что там написано. А вот на французском, по-французски можно было поговорить и о жалости. И вот учительница, чудесная совершенно, замечательная, которой я по гроб жизни благодарен за то, что она мне дала. Она говорила, Алёша, жалость это плохое чувство. Но потом я прочитал Владимира Соловьёва, где он говорил, что государство это организованная жалость. И задача государства в том, чтобы пожалеть человека, обогреть холодного, накормить голодного, остановить руку преступника. Я подумал, что может все-таки жалость не так уж плохо. Не стоит вычеркивать жалости с наших эмоций, переживаний, да? Мне кажется, всегда надо договариваться о терминах. Что мы имеем в виду? Ну и хотя бы о системе координат. Если мы будем говорить, вот как сейчас я пытаюсь, по крайней мере, говорить в рамках христианского мировоззрения, то в этих рамках жалость одно из самых спасительных качеств на самом деле. Потому что, ну, жалость как милость, но опять-таки не милость как милость, и никакая... То есть всё, в чём есть унижение по отношению к другому человеку, это губительно. И поскольку может обидеть и ранить того, над кем там ты надмиваешься, но прежде всего это наносит вред твоей души, потому что ведёт прямо к тщеславию и, собственно, ко всем остальным отвратительным последствиям. Вот. Но это тогда, это и есть грех. А мы призваны к тому, чтобы не грешить. Если же жалость происходит, проистекает из любви, из желания помочь другому человеку или хотя бы облегчить его тяготы, то это просто нам заповедно друг друга тяготы носить и тем исполните закон Христов. Ну, по-русски есть поговорка такая. Любит, значит, жалеет. Ну, давайте нет. Там есть ещё вариант этой поговорки, которая совсем нас с вами не устраивает. Но это мы не будем, да? Вот, да. Не будем приводить здесь в эфире. Да. Ну, вот я вернусь к Достоевскому, если позволите, потому что не успел договорить. Хотелось бы говорить в данном случае как художнику, а не претендовать на какие-то философские потуги, которые действительно мне недоступны. Несмотря на то, что темы у Достоевского, как правило, тяжёлые, несмотря на то, что обстановка в его романах, там не только романах, в его произведениях, достаточно мрачная и тягостная. В его, по крайней мере, романах, больше всего люблю романы, какое-то невероятное количество света. И вот этот свет, как раз, по-моему, проистекает из того, что Достоевский очень точно чувствует бессмертную душу человеческую. И вот эту вот душу именно он всегда хочет привести ко спасению, даже у своих самых мрачных героев. Но у него нет положительных героев, отрицательных, в общем-то. То есть он через каждого героя передаёт какую-то часть своей мысли, как Бахтин показал. Мне кажется, в большой литературе, в серьёзной, не бывает исключительно хороших или там отрицательных героев. Абсолютных злодеев. Дидактика. Дидактически, так сказать, настроенных и даже фундаментализированных гениев типа Льва Николаевича Толстого. Всё равно даже в самых таких вот выписанных персонажах, которых ты в жизни даже и встретить никогда не сможешь, всё равно проявляются человеческие черты. Гений всё равно побеждает. Вот мы вдруг счастливо улыбнёмся где-то, когда заметим наконец уронию. Не извительную, там, насмешливую, а какую-то доброоттеняющую какие-то качества. А у вас у Достоевского есть любимый герой? Вот такой вот. У меня есть любимый роман. Вот, в первую очередь, «Идиот». Вообще, для меня есть вот три книги Достоевского, которые, как-то, знаете, они меня настраивают и приводят в какое-то очень точное и, как ни странно звучит, умиротворённое расположение духа, но при этом действенное. Я люблю их перечитывать. Это вот у меня сложился такой корпус из трёх книг «Подросток», «Идиот» и «Братья Карамазовы». И там, наверное, вот этот герой, который для меня составляется, ну, он из нескольких героев составляется, но больше всего из, соответственно, Долгорукова в «Подростке», князя Мышкина в «Идиоте» и Алёши в «Братьях Карамазовых». Вот это какой-то такой тип потрясающе обаятельный, хотя это вроде разные герои, ну, может, Алёша и князь Мышкина не поближе друг к другу, вот, но всё равно для меня вот это какой-то такой характер общий, который очень привлекает и который очень много объясняет мне самому внутри меня, причём не рационализируя, а вот если хотите, с точки зрения такой художественной философии. То есть очень понятно, с одной стороны, по мысли, а с другой стороны, очень что-то родное по ощущению, по эмоции, по чувству. — Ведь вам, похоже, приходится делать и в вашем театре. Вы входите в образы разных эпох, разных людей, и «Романах Роман», и «Вертинский», и «Акуджава», и «Неаплитанские песни». Но всё ведь это, наверное, объединяется каким-то одним лирическим героем. — Конечно, но так это аксиомы, это даже фундамент, так как по-другому не бывает. — То есть когда вы отбираете материал для вашей работы, готовите новые программы, вы как это делаете? По сродности? По какому-то близкому родству к вашей душе? — Это абсолютно точное определение. Ну, насколько близкое оно, может быть, не совсем близкое, может быть, очень близкое, может быть, несколько отдалённое, но всё-таки, конечно, по принципу, я не знаю, этой эмпатии, даже симпатии, точнее будет сказать. И если вульгарно выражаться, то нравится, не нравится, но так нельзя точно сказать. Конечно, когда ты создаёшь программу какую-то, в моём случае это всё-таки всегда драматургия. То есть это никогда не концерт как таковой, это скорее спектакль, моноспектакль. Да, и там нужно находить какие-то качества разнообразные, чтобы быть интересным не только публике, а самому себе на протяжении всего концерта. — Я заметил, вы не любите особенно мешать, то есть вот именно монографии. То есть вы стараетесь петь, если вы поёте песни отца Романа, вы поёте песни отца Романа. Если вы поёте Акуджао, это трудно, наверное, переходить от одного мира к другому. — Нет, я вас приглашаю на концерт под названием «Избранное». Вот там целый фейерверк, бурлеск, как хотите, или меланж очень разных произведений. И, кстати, это было раньше, даже чем монографические работы, исключительно Вертинского, поскольку Вертинский, я занимался этой программой в Театральном институте ещё по заданию педагогов, и защищался ею на дипломе. То есть она сформирована окончательно, была в 90-м году, а начал я над этим работать материалом в 87-м, и где-то в 88-м году уже была готова программа. Ну, понятно, в студенческом ещё изложении, но тем не менее. В остальном же монографические программы, а их у меня несколько, это, соответственно, песнопение Ермана Харамана, песня была «Таку Джавы», песни Саака Шварца, Пушкин, Лермонтов. Вот это такие именно монографические программы. Но это всё сложилось несколько позже. Основная песня, которую я бесконечно люблю, которую я не просто пою, а которую я дышу, материал, репертуар, который идентичен вот моей психофизики, вернее, моя психофизика идентична психофизике лирического героя этого жанра, это русский городской романс. Вот, но поскольку русский городской романс это действительно песня Серебряного века, это песня периода одного из богатейших и разнообразнейших в плане предложенных вот художественных вариантов, и в том числе и вариантов лирического героя, хотя у него есть определённый вот облик, мы всегда вот сможем сказать, да, это начало XX века, это Серебряный век, вот, но там разные представители есть, они интересные, они многогранные, они глубокие. Вообще городской романс, он, насколько я понимаю, восходит к Аполлону Григорьеву. Аполлон Григорьев поэт, он... Ну да, но две гитары за стеной... Цыганская венгерка, да. Цыганская венгерка 200 лет, в этом году мы отмечаем этому замечательному поэту, мыслителю, писателю. Вот, я буду счастлив, если вы примете приглашение и поучаствуйте в конференции, которая будет к 200-летию. А вот мне, да, дайте, пожалуйста, информацию, точно, да. Да, в Институте мировой литературы мы совместно проводим, надо почествовать этого замечательно. Но, может быть, я не прав, и это действительно более позднее явление. Наверное, чуть более позднее, потому что всё-таки Аполлон Григорьев это ещё дворянская литературная деятельность. Почвенник. Это почвенник. Я не про философию, я сейчас про социальный, так сказать, про социальный срез. Городской романс всё-таки это уже время чуть более позднее. Время разночинцев, время мещан, но что очень важно, это время всеобщей почти, ну, не всеобщей, но в городах, по крайней мере, грамотности населения. Это люди, которые умели читать и писать. В массе. Это другие граждане. Это не оторванное, вот так сказать, пусть прекрасное, там, не знаю, для нас как бы это корень, конечно, культура пушкинского периода, пушкинский язык, но ведь тогда она была уделом довольно малой части народа. Для нас она удел всего народа, слава богу. Кстати, это очень надо сохранить. Это вот должна быть наша философия, нашего делания художественного, сохранить вот этот пушкинский язык. А конец 19-го, начало 20-го века, это университеты, это огромное количество уже читающих, пишущих, мыслящих людей. И поэтому такой совершенно невероятный прорыв художественной, творческой энергии и талантов во всех сферах. В науке, в искусстве, в политике, в юриспруденции, в литературе, где, ну, в литературе, допустим, было и до того, но здесь оно повсеместно. Мы в начале 20-го века поэтов можем пересчитывать, я не знаю, не десятками, а сотнями, которые достойны внимания. И вот этого периода как раз песня «Русский романс». К чему это я сейчас говорю? К тому, что в именно этом, в этой части нашей словесно-музыкальной культуры существуют все те герои, которые потом существуют и в моих монографических программах, даже если, допустим, песнопение Романаха Романа, это тоже в каком-то смысле русский романс. А песня была так вот «Джава», это точно русский городской романс. Песни Исаака Шварц или Андрея Петрова, это тоже русский городской романс, просто более композиторский. Ну, это, согласитесь, такая немножко секулярная культура. Люди ушли из деревни, ушли на заработки, звук колокола их больше уже не призывает к обедне или к вечерне, и они немножко удалились от традиционной духовной стороны жизни. Я не соглашусь. Нет, не согласитесь? Ну, потому что. И в деревне люди могли из-под палки ходить на службу, или от того, чтобы хоть немножко оторваться и отдохнуть от тяжелого физического труда. И в городе церкве колоколов было, ну, про Москву и 40-40-ов, её мы даже говорить не будем сейчас, а в Питере сейчас. Я живу в центре, могу слышать колокол в начале 21 века, который зовёт к всенощной или к литургию, к обедне совершенно спокойно. Не мешало ничто никогда человеку услышать звук этого колокола, кроме собственных страстей, собственного нерадения и своих грехов. Ведь надо понимать, что в конце 19-го, начале 20-го века никто не мешал. Мало того, всячески поощряли христианский, так сказать, бытовой христианский образ жизни, традиционно, обрядово. Это не просто поощрялось, а даже как бы насаждалось. И, не знаю, требовала справка о говении. Это самое, да, этим занимался и так далее. А в начале 20-го века, потом, после большевистской революции, при жесточайших гонениях на церковь люди, тем не менее, всё равно шли в храмы, когда уже у колоколов вырвали языки. Это... Вот я думаю, что здесь как раз, может быть, больше даже шли, потому что было чувство протеста. Я не думаю, что это из чувства протеста. Вернее, из чувства протеста делается много, и сейчас мы, кстати, свидетелями этому, и очень много необдуманных поступков, очень много трагических последствий от этих необдуманных поступков, высказываний, действий. Это всё, что касается религиозной жизни, она сокровенна на внутреннее я. Это внутреннее делание. Кстати, вот это очень закольцовывается с нашей профессией актёрской, если мы к ней всерьёз относимся. У нас внутреннее действие — это просто профессиональный термин. Философские ночи на Радио Вера В эфире Радио Вера программы «Философские ночи». С вами её ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость — народный артист России, певец Олег Погудин. Олег Евгеньевич, вот вы как-то в интервью сказали, искусство не спасает. А зачем он от этого нужно? В самом общем смысле всё в нашей жизни может послужить ко спасению. И почти всё в нашей жизни может, к сожалению, быть препятствием для спасения. Искусство, я сказал не совсем так, я сказал, искусство само по себе спасти не может. А потом вырвали из контекста и сделали название. Да, искусство само по себе спасти не может, потому что спасает Господь. Для церковного человека это абсолютно понятно, для нерелигиозного человека это может быть соблазном, такая формулировка, но мы с вами говорим в определённой парадигме, и слава Богу, что мы можем говорить так, спасает Господь. Искусство может быть спасительным и бывает спасительным, когда оно свидетельствует и призывает к разумному, доброму, вечному. Если искусство призывает к спасению, оно спасительно. Если искусство развращает нас, если искусство обыдавляет, приземляет, заземляет нас, если искусство становится соблазном, то, конечно, оно совсем не спасительно. Но так и любое наше делание в несовершенном нашем мире, оно может быть как добрым, так и злым. И часто, к сожалению, даже чаще всего, для того, чтобы различить, к чему ведут наши поступки, мы должны очень серьёзно заниматься своей душой, мы должны трезвиться, мы должны тренировать в себе любовь, мы должны отключать самость. Это я уже говорю вот в философских понятиях, категориях, и понимаете, не будучи философом, как бы, ну, профессиональным, и даже не будучи образованным в какой-нибудь достаточной мере философским человеком, я, тем не менее, будучи артистом честным, не могу обойтись без философии. Творчество без философии, как профессиональной, так и самой общей. В этом смысле философия благословена, в этом смысле она необходима. Отказаться от философии мы не можем. Не только творчество, но и антропология. Вы говорите о серьезных антропологических вещах, потому что самость – это источник зла по Шеллингу, эгоизм, противопоставление себя, Богу, людям, миру. Так что это уже не только философия творчества, но и философия человека, философия личности. Как раз, да, в Пандан, вот об этом я и хочу сказать, о том, что можно не быть философом. Большинство из нас не философы, профессиональные. Но нельзя обойтись без философии, нельзя обойтись без любомудрия, потому что человек – существо словесное, то бишь мыслящее, в переводе на русский, современный язык. И мыслить необходимо, это функция, без которой мы не можем существовать. В принципе, хорошо бы мыслительную свою функцию обречь в какой-то приличествующий вид. И в этом смысле философия неотменяема. Она нужна, необходимая, нужно преподавать даже в театральных школах. Хотя, казалось бы, там где актеры и где философы. Прежде всего в театральных школах. Я помню, в 90-е годы вот в ГИТИСе преподавал Исаев, который переводил Сёрина Киркегора. Это был любимый преподаватель, который очень многим актерам современным заложил какие-то базовые вещи в понимании, зачем нужна философия. И когда мы встречаем большого актера, мы всегда видим, что там есть... Он всегда философ. Да, он всегда философ. Есть какое-то отношение к философии. Да, да, да. Только для этого не нужно, может быть, специально натужно придумывать какие-то смыслы или проводить долгие тренинги с участием каких-то философов. А дело в том, простите, что я вас перебиваю, что актер обязан продуцировать смыслы. Только немножко иным образом, иным методом. Я вот люблю очень фразу Шопенгауэра. А Шопенгауэр очень любил, кстати, Чайковский. Он читал «Мир как воли представления». Я держал в руках экземпляр с его пометками на полях. Причем читал в ту пору, когда писал «Пиковую даму». И у него есть такая фраза. Музыка — это бессознательное философствование души, не знающая о том, что она философствует. Но вот посмотрите, это же совершенно художественное определение. Я не могу понять, что означает «бессознательное философствование». Для меня это ксюмарон. Но когда мы слушаем хорошо темперированный клавир Баха, ведь в нас что-то происходит, даже если мы не имеем специально музыкального образования и не умеем сами играть на фортепиано. Может быть, если, да, как не рационализируем, но все равно мы постигаем это, вот когда мы слушаем хорошо темперированный клавир, когда мы... Вообще музыка Баха в этом смысле, ее можно вообще уподобить молитвословию. Мы постигаем что-то. Истина становится нам доступна, но не всегда она рационализируется. Рационализуется, извините, не сейчас запутаюсь. И так, и так можно. Ну вот нет, все-таки есть некоторые отличия, но во всяком случае не всегда мы должны назвать все каким-то определенным словом. Образ может быть нам понятен, но не всегда его нужно по полочкам раскладывать. Да, то, что вы сказали, я это впервые слышу, но, видимо, мне это кое-что еще объяснит в «Пиковой даме». Теперь, если Чайковский был под влиянием Шопенгауэра на этот период, то Германа можно понять немножко лучше. Да, да, да. А вера, она что-то открывает, какие-то окна в философствующем разуме? И может быть, у актера, вот философ с верой и философ без веры, актер с верой и актер без веры. Актер без веры это просто плохой актер. Вот, и вообще не знаю, он возможен ли, поскольку вера это обязательное условие нашей работы на сцене, вера в предлагаемые обстоятельства, вера партнеру, вот, вера там не знаю, в то, что сейчас... Ну, это не обязательно религиозная вера, да? То есть это может быть вера как... А подождите, вера вы имеете в виду религиозной веры? То есть исповедание веры это другая немножко вещь, конечно. Если же мы говорим о вере как качестве, как определенной способности человеческой души, то это вопрос не во что мы верим, а вопрос именно самого явления. А вера, я боюсь сейчас не точно цитирую, но как у апостола, может, вы меня поправите, уверенность в невидимом. Я по-славянски уповаемых извещения вещей обличения невидимых. Вещей обличения невидимых. Да. Ну, это просто поэзия, это восторг. Вот почему, ну, я там не хотел бы ударяться в какие-нибудь там уже политические области, но я вот, например, внутренне решительный противник перевода богослужения на русский язык со славянского. А вы пели когда-нибудь в храме? Конечно. Ну, довольно-таки, да. Но не ребенком. Это вот такие легенды тоже были где-то средства массовой информации, которые совершенно безобразно недисциплинированные последние годы. У нас с вами было, в общем-то, наверное, одинаковое такое советское детство. Конечно, да, там писали, он в детстве пел в храмах. Я вот как-то в одно издание позвонил и сказал, ну, вы же видели, когда я родился, в каком храме я мог петь в детстве? Это немыслимо вообще. Нет, ну, бывало, но это в церковных семьях. Не рассказывайте, ну, о чем вы? Если учился в общеобразовательной школе, обычно как-то мог петь в церковном хоре. Это было невозможно просто. Вот. В тот период, по крайней мере, когда я учился, с 75 по 85 год в средней школе. Вот. Но потом в 88 году я крестился и вот после этого я многократно пел и в храмах в городе, и в монастырях. Вот. Портес? Да. Я могу в охотку послушать знаменный распев, но петь я бы, ну, не смог. Вот. А так, обиход чаще всего. Я очень люблю обиход. Вот. Вот он утешает, он меня как-то приводит в такое. Ну, кстати, обиход тоже, ведь он схож в каком-то смысле по мелодике и по времени такого вот устоявшегося своего устоевания. Вот. 19 век. То есть это русский романс. Не обязательно городской русский романс. Можно говорить там это времен Глинки, может быть, или Верстовского, но это там музыкальная, мелодическая среда, которая мне ближе всего и которая для меня очень благодатна. Ну, у Адоевского есть замечательная статья, я не знаю, приходилось ли вам читать его музыковедческие работы, потрясающе интересные, о русской так называемой общей музыке, где он говорит, что в основе русской музыки, в том числе и русского романса, лежат гласы и погласицы. То есть это потрясающая система, соответствующая, конечно, европейскому тоновому пению, но всё-таки основанная на церковном музыкальном языке. Вероятно, мы также можем, наверное, говорить, я не специалист, но всё-таки могу допустить, что и церковные песнопения создавались на основе, может быть, и таких вот попевок народных. Да, ну и в завершении нашего эфира, Олег Евгеньевич, я думаю, наши радиослушатели будут счастливы, если вы подарите им какую-нибудь песню в вашем исполнении. Да, спасибо. Ну вот к нашему сегодняшнему разговору, возможно, очень хорошо, такой определённой, может быть, даже иллюстрации наших с вами размышлений каким-то выводом, может быть, замечательная песня была так, у Джавы, одна из самых философских, хотя всего творчества философично, вот, и в то же время одна из самых художественных, художественно-прекрасных песен, называется она «Молитва». Пока земля ещё вертится, пока ещё ярок свет, Господи, дай же ты каждому чего у него нет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok